Здравствуйте, это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, немножко объясню. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, которые у нас здесь официальных источников происходят в стране. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно на него подписывайтесь. А мы с вами приступаем. Самые важные новости, которые обсуждаются просто вчера, вся страна стояла на ушах. Это обсуждалось во всех СМИ, в социальных сетях. О попытке госпереворота, о которой официально заявили представители президента. И вообще вчера буквально Турция проснулась с такими новостями. Эрдоган созвал экстренное заседание из-за возможной угрозы переворота в Турции в ночь с 15 мая на 16.24 года. Это была информация из первоисточника издания Туркии. До этого из Управления безопасности Анкары был уволен ряд сотрудников. Их обвинили в связях с преступной группировкой, которая называется Айхан Бора Каплан. В домах вот этих уволенных полицейских госслужащих были проведены обыски с целью изъятия каких-то вичдоков, цифровых носителей, материалов, в общем, телефона, компьютера и так далее. Сначала никто ничего не понял. И как бы ночью был созван этот совет по госбезопасности. Но если мы поясним, в суть дела войдем, да что произошло. По источникам оппозиционного телеканала Халк ТВ в Министерстве внутренних дел, в общем, шло расследование в отношении трех полицейских. Они начальники. И в ходе обысков были изъяты цифровые материалы. Но самих арестов этих граждан не было. Вообще, одна из версий, здесь в народе неофициальная, о чем вчера в комментариях, судачили люди в интернете, это операция для манипуляции восприятием в рамках внутренней борьбы за руководство МВД. То есть, условно, некая, назовем так, подстава, да, ситуация, компрометирующая министра МВД в глазах президента, правящей партии и самого народа, естественно. В свою очередь, уже после этого совещания днем, президент Эрдоган пригласил на встречу к себе министра внутренних дел Турции Али Эрли Каян. Вот в этом ночном собрании экстренном Эрли Каян, главу МВД, не пригласили. В этом участвовал глава разведки Калун и министр юстиции Тунджу. В интернете, конечно, все это обсуждалось очень активно. Теории заговоров, большие политические игры. Был ли на самом деле этот заговор и попытка переворота, или ее не было. Для чего будут использовать всю эту информацию. В общем, интересненько, что же сейчас в политическом, скажем так, сфере страны будет происходить. Какие будут сподвижки, перемены и так далее. Конечно же, самая большая дискуссия была на тему того, что, скорее всего, Эрдоган в связи с вот этим поводом может назначить нового министра МВД Турции, просто который начнет кадровые чистки среди старшего офицерства, среди несогласных, недовольных людей. И, возможно, вся эта ситуация – это повод для каких-то репрессий, гонений на журналистов в аппарате. Вчера буквально в Стамбуле в исторических местах было два больших пожара и задымления. Это на улице Истекляй на площади Токсим. И также на крыше египетского базара в Стамбуле вспыхнули пожары. Везде было отправлено много расчетов полицейских, огнеборцев пожарных, также АФАД, служба охраны, спасения, конечно, все, кто можно. Почему это произошло? Почему такая экстренная реакция активная? Потому что это все зоны туристические, большого скопления людей и исторические. Например, египетский базар вообще функционирует с 17 века. Это действующий базар специй. Не только специй, там, конечно, много чего протает, но изначально исторически это место. Это очень большой поток туристов, это центр европейской части, это буквально вот на площади Султан Ахмед. Там было очень сильное задымление, началось оно в ресторане, в дымоходе от кухни. В итоге огонь очень быстро взяли под контроль, не многие там успели напугаться вообще, понять, что происходит. Задымление было немаленькое, но все равно ущерб у ресторана есть, у вот этих исторических, скажем так, конструкций, исторической лепнины, фресков и всего прочего. К сожалению, да, это было уничтожено огнем, но, слава богу, весь базар или куда-то далее огонь не перекинулся. Точно так же на улице Стекляль. На такси ими тоже было задымление, там оно даже было посильнее. Там проблема какая? Очень трудно подобраться к этим зданиям для тушения, то есть это маленькая узкая территория самой улицы, где гуляют люди. И там всегда очень много людей, попробуйте всех оттеснить в один момент, да. И второе, высокие строения, то есть очень трудно подогнать пожарную машину, которая будет с высокой лестницей. И добраться, в общем, короче, туда, вглубь этих зданий довольно-таки трудно. Там очень узкие проходы внутри зданий, там буквально на этажах, если мы берем какие-то офисные помещения, там в основном для офиса сейчас эти квартиры все, рестораны, офисы и так далее. Практически никто, наверное, не живет, мне кажется. Так вот, там буквально на этаже одна комната всякая, то есть это очень маленькие пространственные помещения. Короче говоря, слава богу, все это затушили, никто из туристов, людей и вот этого человеческого потока, который всегда в этих местах огромный, не пострадал. А также вчера-то у нас к Стамбулу был просто в топе криминала какого-то, да, и происшествия. В районе Башак-Шахира, прямо на выходе из станции метро, была найдена самодельная бомба, ее вмонтировали просто в стену. Сделали выемку, заложили бомбу, торчали кабели. На место происшествия, когда это граждане обнаружили, вызвали бригады пожарных. Началось расследование, берут там камеры наблюдения, пытаются слить, кто это, что это сделал, вообще какая цель, каких-то заявлений официальных от террористов никаких не было. Но эту площадь, выход из метро, его перекрыли и там полдня условно были вот эти расследовательские работы у госорганов. Полиция Анталии накрыла подпольное производство пекмеза, небольшую частную фабрику. Пекмез – это сироп, вываренный из фруктов, из часто рожкового дерева делают, из шелковицы дута. Многие туристы вообще любят покупать на гостинце или привозят из Турции этот продукт. Но с незаконного вот этого действующего производства мини-заводика, фабрики было изъято около трех грузовиков из порченной продукции сухофруктов, что опасно, естественно, для здоровья, из которых, собственно, из этих сухофруктов и вываривали этот пекмез. Таких маленьких производств или тайных, назовем, немало, потому что, да, есть крупные компании, которые производят бренды, да, типа там Коска, например, всем известно, это уже бренд за пределами Турции, Анталийское производство есть, Анталийское варенье, у них очень крутое качество продукции, советую вам, вот Коска и Анталийское производство варенья, и самые крутые. Но такие маленькие мини-типо фабрики, частные заводы и так далее, незаконные подпольные производства, они немало выпускают, представляете, три грузовика, это несколько тонн сырья, из которого червивого, простите, негодного, к употреблению опасного, производили этот, ну, назовем так, варенье, короче, да, вываривали этот сироп. Они поставляют в маленькие магазинчики, всякие туристические вот эти лавочки, потому что спрос большой, большой поток туристов быстро купят. Если мы просто, как житель Турции, да, я скажу, возьмем чисто теоретически, наверное, просто вываривают пигмез несколько часов, если не используют какой-то пектин или загуститель, ну, такой немножко химический, да, процесс, не, скажем так, естественным путем вываривается, то, честно скажу, возможно, из этих сухофруктов бы все это выварилось, выпарилось, если даже они были протухшие, там, не знаю, с червяками или еще какие-то, это бы все переварилось, переработалось. Я не думаю, что и результат самого продукта, он бы нес какую-то угрозу или вред здоровью клиентов, которые это употребляют. Но там, простите, и банки, и крышки, и все это, ну, как бы не подверглось какой-то обработке в таких грязных условиях. У меня бы вопросы были вот этой консервации, когда это все упаковывается, и, конечно, это, ну, это вообще не дело, такая история. Короче, кошмар кошмарович. Поэтому туристам, я вас призываю, пожалуйста, покупайте проверенные бренды, марки, они дороже, чем вот эта вот вся продукция такая, самопальная назовем. Но выбирайте марки, которые вы знаете. У нас очень открыта тема конфронтации с Израилем, Турцией сейчас в СМИ. Несмотря на объявленные президентом турецкие санкции против Израиля, только на днях четыре турецких торговых судна направились в Израиль. Предположительно, это расследование журналистов, их предположения, официально это никак не подтверждается, конечно, политиками в стране. Турецкие корабли отключают свои системы радаров, идентификации рядом с Кипром. Потом, чтобы скрыть заход в воды Израиля, а затем они после уже разгрузки в морских портах Израиля снова включают эти системы. Приложены были фотографии с вот этих радаров, как доказательства в этом журналистском расследовании. И также еще власти Израиля начали постепенно возвращать своих дипломатов в Турцию. В начале мая была такая размытая информация, просто в начале мая, без конкретных дат. Какой-то острой прям отклика на это в обществе, протестов, критики на это не было. Почему такие действия про корабли и отключение радаров? Я опять повторюсь, что это расследование журналистское. На официальных каких-то источниках СМИ на них не среагировали. Но это очень хорошо разлетелась эта информация в Твиттере, в СМИ. Ну, теперь раньше был Твиттер, в бывшем Твиттере очень это активно, конечно, обсуждалось. Потому что, понимаете, правительство сделало этот запрет. А как бизнесмены, у кого были заказы, вложены деньги, кто торговал, никаких компенсаций на эту тему не было. Как бы выкручивайся, банкройся, делай что хочешь, твои проблемы. Прямо условно ввели правила о поддержке бизнеса в этом плане или компенсации никакой не было предусмотрено. Или как минимум на данный момент, уже практически несколько недель эта история идет с запретом. Никаких новостей, информации о компенсациях поддержки бизнеса в этом плане никакой нет. Соответственно, люди что, выкручиваются как могут. Так что, есть предположения мои личные, что вполне возможно это расследование журналистское имеет место быть. И там, по сути, предоставлены вот эти доказательства, фотографии. Для тех, кто живет в Турции, пользуются государственной медициной. С 13 мая 24 года заработала система подтверждения визитов в госбольницы. Теперь пациенты должны подтверждать свои визиты, зарезервированные через систему бронирования врачей МЭХРС до 20.00 дня предшествующего даты визита. То есть, если вы завтра идете к врачу в 8 утра, сегодня до 8 вечера, будьте добры, подтвердите на сайте, где брали бронь, что вы точно придете. Это можно через сам вот этот сайт МЭХРС сделать или мобильное приложение есть в телефоне. Или даже можно позвонить на Алло 182, службу, которая у нас здесь вообще на все вопросы в Турции отвечает. В случае, если пациент не подтвердил свой визит к врачу, но при этом не появился в назначенное время, не уведомил заранее, что отменил свою встречу или не подтвердил, и такому человеку будет штраф, ему будет ограничен доступ к бронированию новой следующей встречи к врачу в том же самом направлении. Например, если ты взял окулиста, еще какого-то доктора, хальп-доктора, сердечного кардиолога, 15 дней в системе ты заблокирован. И брать в этом же направлении, то есть опять визит к окулисту или к доктору по сердцу, кардиологу, ты не можешь. Наказание такое. Почему? Огромная есть проблема в муниципальной, городской, государственной медицине в Турции. Люди берут записи онлайн к многим направлениям, не только сразу к окулисту, к этому, 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 возьму вот это. В итоге, в силу менталитета, турки очень необязательно, они могут опаздывать на прием, могут вообще не прийти, не предупредить, это вообще нормальная история. В менталитете такое дело, да. Но сложилась огромная проблема в стране. Люди набирают очереди, на которые они не приходят. Государственные врачи сидят на приеме в пустых кабинетах, но при этом из-за того, что очередь набрана и мало кто приходит, очереди растягиваются на три недели, на месяц примерно. И если ты идешь в государственную медицину, к узкому специалисту, не просто терапевту, а к окулисту, например, то ты должен ждать примерно месяц. Но в это время доктор сидит, назовем так в кавычках, мало работы или не до конца, у него не полная запись, потому что те, кто взяли до этого рандеву, встречу, не приходят. Сделали вот это наказание, честно, как гражданин Турции, скажу, очень правильно, давно пора было что-то такое придумать, для того, чтобы разгрузить вот эти очереди. Очень много людей в больницах государственных, ну и снабдить, скажем так, работы врачей-специалистов, чтобы они не просто сидели в кабинете, при открытых дверях никого нет. Ну и в заключение новость такая приятная, позитивная. Происло Евровидение 2024 года, и Турция за несколько лет последних впервые вернулась в этот конкурс. И вернулась она не просто так выступала, назовем так чисто символически, Турция в этом году не заняла там никакое место в Евровидении, но выступала певица Сертап РНР, она исполнила ту же самую песню Every Day What I Can на сцене Евровидения, и это произошло спустя 21 год. Уже в 2003 году она ранее уже побеждала на Евровидении с этой же песней. Чем это знаменательно интересно? То, что Турция возвращается к Европе в конкурс песен Евровидения, и в данный момент эта исполнительница 59 лет, вот в этом году ей будет 60 лет, у нее юбилей, она прекрасно выглядит, прекрасно поет. Если вы спросите, популярна ли она сейчас в стране, ну, конечно же, это не тот уровень, какой был 20 лет назад, когда она привезла победу на Евровидении в Турцию, но ее все практически знают, это известный, популярный человек, ну, и, скажем так, Турции было приятно, люди гордились, кто-то смотрел трансляцию Евровидения, кто-то не смотрел, но само вот это перформанс был очень приятный для людей, это улыбало, скажем так, люди порадовались. Вот такие новости на данный момент в Турции. Подписывайтесь на телеграм-канал свежих новостей из Турции, ссылка в инфобоксе, проходите по ссылке, подписывайтесь обязательно. Оставляйте ваши комментарии под этим видео, это очень помогает продвижению канала. Шерьте это видео в соцсетях, отправляйте своим знакомым, поднимает просмотры. Спасибо за ваше участие, за то, что смотрите. Скоро увидимся, до новых новостей из Турции. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok